Синхрон. Малыши бежали один и два круга. Организаторы решили обойтись без стартового пистолета, чтобы не пугать лялек. Можно не знать ее, но этот голос вы уже точно слышали. Екатерина Рехтина полгода освещает городские новости. Свою рабочую нишу девушка искала пять лет. Работать начала в 17 лет. Когда закончила школу, поняла, что нужно не зависеть от родителей и иметь свои деньги. И просто хотела себя чем-то занять. Первая моя работа была официанткой в местном ресторане. Официант звучит не так гордо, поняла Катя через месяц. Некультурное поведение посетителей оттолкнуло девушку от работы. Тут студентку Рехтину направили на практику в компьютерную фирму. Там освободилось место секретаря. Екатерина полгода раскладывала бумаги и пассианс. Мне там в принципе заняться нечем было, потому что компьютеров мало. Руководство не знало, что мне толком дать. Однообразие наскучило и за компанию с подружкой Катя стала продавцом на школьном базаре. Целый месяц без выходных с восьми утра и до восьми вечера девушка укомплектовала портфели шкалеров. Организм уставал, не высыпалась. Но зато хорошая зарплата. С этой зарплатой, я помню, купила себе бас-гитару, на которую уже не играю. Однажды под руку попала газета с многообещающим объявлением. Мол, требуются молодые люди, зарплата 20 тысяч. Катя оставила анкету и на следующий день отправилась на стажировку. Происходила непонятная ситуация. Было очень много ребят и стояло много машин, которые загружали в эти машины утюги, чайники, набор ножей, еще что-то, сейчас уже не помню. И мы куда-то сели в машину и куда-то поехали. Цель Кате объяснили в дороге. Группа распространителей должна любыми способами продать китайскую технику под видом фирменной. Я поняла, что это все-таки нехорошо, что мы людей все-таки обманываем. Я оттуда ушла. Но зарабатывали там действительно хорошо, потому что не обязательно человеку было за 2 700 предлагать. Кто-то больше. Ну, это, конечно, была самая ужасная работа моя на свете, потому что она была нечестная. После череды неудач девушка решила сделать перерыв – погрузиться в учебу. В институте как раз проходил конкурс ведущих. Катя заняла призовое место. Об этом узнали в Доме культуры поселка Тимирязевский. И отдых сменился двумя годами на неполной рабочей ставке. Горжусь тем, что первый хоровод «Дружба» я была ведущей. Одной из ведущих со Светой Малковой. И была бы тоже ведущей второго хоровода «Дружба», если бы не уехала в это время на саммит. Любимое дело стало мешать учебе. Полгода Катерина ходила в раздумьях. Грусть расставания сгладила новая вакансия журналиста программы «Телемикс-новости». Плюсов я увидела здесь очень много. Во-первых, от института недалеко. Я буквально сразу после занятий пешком на работу поработала. Вечером часов 6-8, если вечерних и поздних съемок нет, еду домой спокойно. До этого у меня на работе я сидела часов до 9, потому что пока доеду из города, ну, как бы очень сложно со временем было. В перерывах между съемками Катя выполняет задание института. Говорит, наконец смогла совместить приятное с полезным и уходить не собирается еще лет так цать. Виктория Сарада, Игорь Антонов, «Телемикс».